Всем привет, друзья! С вами Неломоп. У нас сегодня, наверное, финальная серия будет о лисе в стране кошмаров. Приятного просмотра! Ой-ой-ой, какой страшный. Значит, у нас тут босс был. По-моему, это финалочка. Сейчас будем узнавать, так ли это или не так. О, клещня номер один. Мы её уже видели с вами в прошлой серии. Так. Ну вот она, рулься, рулься, рулься. Опа, бежит. Оп! Увернулся. Пробую с ножа. Могу дубинкой своей... О! Она меняет свой, кажется... О, она стала чёрная теперь. Она была светленькой. Стала чёрной. Клещня, клещня, клещня. Оп! Оп! Не попала, не попала. Пытается меня... Это какой-то... Как его? В Адамсе. Семейка Адамсим тоже какая-то рука бегала. О, кажется, чудико понарождали. Уходим, 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 уходим. Ой! Она меня пытается пнуть. Пнуть пытается меня. А я не могу ускользнуть от неё. А как мне её теперь расстреливать, наверное, надо? Ой. На дерево запрыгнул. На стол. Ещё и с огня валит. Так, я буду её стрелять в маску, короче. А там какой-то гвоздь есть. И не один. Можно это взорвать? Так, ну и с этим мы справимся. Можно сначала чуть... О, маска стала уже беленькая. Можно валить. Есть! Теперь снова чёрная. Возможно, пока она чёрная, она вообще неуязвимая. Опять на дерево залезла. На столб верни. Надо пока что с этими бороться. Так, ножами быстрее их разрезать. Это явно. И они не дают никаких жизней. Ничего не дают. Ничего с них не вываливается. Давай маску свою показывай. Так, будем сейчас бесполезным тебя стрелять. Ладно, давай попробуем залп сделаем. О! Перегрел. Ням-ням-ням, жуёт. Взорвал или нет? Я так и не понял. Все полопали, все полопали. О, без маски рука стала. Да, взорвал. И чё теперь? Чё теперь? А, новая рука появилась. Повернулся ко мне жопой. Чёрная маска. Ой! Меня чуть-чуть словили. А, без одного пальца уже. Чё это будет меня шлёпать? Пытаться. Уже без одного пальца бегай. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Чё ты бежишь? Чё ты бежишь? Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Ай! Уходим! Уходим. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Замерла. Всё, устала ходить. Так, маска. Чёрная. Ордая, притёрдая маска No, no, no Наверху чё-то Чё наверху-то? Ой! Чё за порох такой запускается у меня? Зачем? Зачем ты так со мной? Маска Там вырисовываешь снова какие-то запахи Чё происходит? Опять какой-то... О, теперь меня задело этим запахом Розочка, я вижу розочку, надо забрать Иногда хп вываливается Опять чё-то вырисовываю Крутит, крутит, крутит О, остановилась Ну, сдалека лучше, не был, проходи близко Попал О, теперь этого чудика мне поздобавили С масками Который кидается шарами Очень хорошо Он защищается Есть, отбил хотя бы вот так Маску разбомбил им одну Уже хорошо Знаете, чё одну маску разбил? Она своим этим вот... О, у него жизни выпали Надо жизни пособирать Розы, 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 розы Рука Попал Не вижу куда стрелять Ай, ай, я в воздух успел Не попадаю, не попадаю Ай, попал, нет Не попадаю Он слишком быстро двигается Сейчас много будет запахи стоит закидывать Давай, строчим Разбил маску Есть Ножи пошли Без маски Рука без маски Так, а сколько там таких? Вот теперь будет ещё без одного пальца она? Розочки давайте Давайте розочки Розочки, вот розочки Где следующий? А, чё теперь? Без рук? Нет Вот его руки какие-то стали странными Чё теперь? А, теперь две сразу руки Ну Как с ними бороться? Хоп-хоп-хоп Чё-то хватает Ай, схватили Алису Бей-бей-бей Ножом её Отскальзываем Искальзываем Пробуем её просто стрелять по ней Не работает? Мне не схватить так просто Может это в него стрелять? О, что он схватил? О, вот маски На языке Ой, эти летающие появились Рожи Не попадаю Будут меня Шипами Дамажить Надо языки разбивать Видимо Они очень быстро Меняют лица У тебя Ну, сбил я Маску О, сбил О, хп Рука Рука, рука, рука Сейчас меня схватит Блин Розочки мне заканчиваются Опять Опять язык Опять язык сейчас будет Сюда В центр В центр Что происходит? Где язык? А вот он Язык болтается Это очень тяжело Плюется без конца Икра Я не уничтожил монстров Этих летающих Они мне все Мешают Опять руки Пошли в бой Нет Надо с этими масками Разобраться Без этого никак Руки 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 Пытаются Меня схватить А У Энтер Попробую Нажму Супер Нажал Супер Раз Два Все равно Меня схватило Пустим Я там вижу Розы есть Надо розы Пособирать Это хп Давай я язык Показываю Есть язык Попал Попал Снова эти Чудики Раз Ну Скользаем Скользаем Одну разбил Розу забрал Эти маски Надо поразбивать Гадские Самое главное Опять меня схватило Стреляй Кого-нибудь Кого-нибудь А Я все пули ловлю У меня Энтера уже нет У меня больше нету Энтера Кажется я проиграл Нет Есть Энтера Я чуть ли не Бессмертный Попадаю по языку Или нет Уверен Маска Еще есть Одна Попал По-моему Да Ну что Он сдох Загрузка Пошла Фух Потненько Было Идет Загрузка О Алиса Спит Ого Открыла С мишкой Нет С кроликом С кроликом Она же вечно Бегает За кроликом Типа Для чего Для чего Психованная Глупая Твое Безумие Будет наказано Теперь уходи Я ожидаю Твоей Замены Че он Ключ забрал Ключик От От чего Опа Нежданчик Сейчас нож Че Ню Как-то он Что-то он Замер Ключ Забрала Он боится Поезд Вся игра Была связана С поездом Его под поезд Толкнуло Жестоко И ключ Я думал Что это ключ От той двери Которую он закрыл Чтобы ее сестра Сгорела Ключик Ладно Или это просто ключик Нет В подвал мы же Сами зашли По идее Так Сумасшедшего И этого Ненормального Значит врача Психолога Мы уничтожили У меня мало Жизней Мы находимся Я могу Энтерклауд Снуть Как красиво Грибы Галлюцинации Прыгать нельзя Ой я здесь могу что-то Мне бы где-то жизни Поднабрать чуть-чуть Было бы немного Красочней Кубики Шарики Оно все Увеличенное Это кубики Которые Игральные С Нумерацией 5 1 Грибы Прикольные Нет графика Сейчас очень красиво Сделана Сейчас это очень Атмосферная Она вспоминает Немножко Вихи пифью А в такую Картину Алиса Мы не можем Вновь вернуться Домой Неудивительно Немногие Находят верный путь И лишь единицы Способны понять Что это Голос кота Именно он Заблуждение Тоже живучи Только дикарь Приравнивает Выносливость Боли к мире Бога Забыть о боли Кажется Решением Забыть о боли Вспоминать о ней Мощительно Но восстановление Истины Стоит Страдание Наша страна Чудесного Типа Прочтена Но хранимая Твоей Памятью Она Безопасности Пока что Возвращение Безумия Алиса Сценарий Да Это титры Пошли Титры Все создатели Этой игры То есть Получается Я реально Прошел до конца Игру Ну Давайте так По чесноку Мы в принципе С сюжетную линию Все прошли Там можно было Останавливаться Разных секретных Всяких Этих Локациях Можно было Это все дело Еще там Да проходить Всякие секретки Искать головоломки Но это очень много Времени бы забирало Я так чисто Пробежался по игре И по итогу Вот так вот Мы ее прошли Так Что мне хочется Еще сказать Мне хотелось бы Домотать до конца Убедиться в том Что там Каких-то не будет Еще дополнительных Штукенций Ну титры Я могу назад Класснуть Ну ладно Нажму Загрузка Может какой-то мульти Нет Ничего нету Воспоминания Новая игра Плюс Плюс уже Выбор главы Выбор главы Вот главы Значит мы все прошли Главы Один Два Три Четыре Пять Шесть Ну и вот Мне пишут В каких главах Я сколько поросенков Нашел Понятно Поэтому у меня Не на сто процентов Типа игра пройдена Бутылки Где я не собирал Там где-то Упускал Секретики Накинительные материалы Что у нас в этом Персонажи Так Глава Один Два Закрыта Ага Это вот всяких Вот можно еще Наблюдать За всякими Чуваками Которых Мы с вами Встречали Скользкий Разоритель Чайник Циклоп Грозный Разоритель Краб Типа Это как будто бы Библиотека Персонажей Всех И Описание Рассказывает Какую-то Маленькую историю Про каждого Персонажа Которую мы с вами Встречали Вот Так Назад Это понятно Назад Спектакль Глава Один Доктор Это видимо Мультфильмы Да? Мультфильмы То есть Эти сценки Всякие Скорее всего Это мультфильмы Так Вопросы Прошлого Ага Это история Какая-то Типа Книжечка А так же Старшей Сестры Лизи Хотя Ожоги Девчонки Постепенно Заживали В течение Года Госпитализации Травма Которая Повлекла За собой Ужасная Гибель Ее Семьи Пускала Свои Корни Все Глубже На протяжении Часа Состояние Сироты Могла Могла Измениться От Коматозного До Неудержимой Истерики И Обратно Согласно Медицинскому Заключению Она Представляет Опасность Для Самой Себя И Должна Содержаться В Учреждении В режиме Изоляции В течение Неопределенного Срока Согласно Предварительной Экспертизе В лечебнице Рид Ледж От 11 Ноября 1864 Года Олеся Представляет Абсолютную Невосприимчивость К различного Рода Симуляциям Она Как будто Выражаясь Жестоким Профессиональным Язаком Готовится Лечь в гроб Только Возраст Спасе От Неминуемого Перевода В Пресловутые Бедламские Катакомбы Несмотря На Несмотря На А почему Там Предыдущие Несмотря На Нельзя Мотать Как-то Несмотря На 1864 Алиса Представляет Ага Где Несмотря На Бесчувственную Пассивность Сверхъестественное Спокойствие И очевидное Слабоумие Ей был Предписан Курс Лечения В течение Первых Шести Месяцев 65 Года Ее Подвергали Всем Самым Лич Лич Ним Современным Средством Лечения Безрежультатно Холодные Компрессы И кровопускания Оказались Неэффективными И не принесли Результата Применение Экспериментальной Шоковой Аппаратуры Оказалось Бесполезно Также Как и Большие Дозы Опиума Были Применены Жесточайшие Ограничения Даже Смерительная Рубашка Одиночного Содержания Притупление Чувствительности Конфискация Ее Игрушечного Кролика И Отмена Полуденного Чаепития Ничего Не Вызывало Действия Она не реагировала Ни на что Но Не сопротивлялась Лечению И никак На него Не отреагировала Она Его Она Ни на что Она не справилась Так Так Где это Она его Просто Игнонировала Она Полностью Отгородилась От окружающего Мира Вскоре После Подтверждения Диагноза Сумасшествия Она впала В кому То есть Ее опичкали Всякой ерундой На ней Грубо говоря Делали эксперименты Потом она упала в кому И у нее начались все галлюцинации Все ее путешествия Несмотря на свой психический недуг Она была в хорошем физической форме Персонал по-прежнему надеялся Не сказать что оптимистично Что ее состояние придет в норму Жизненные функции организма присутствовали Но признаки выздоровления Были практически незаметны Затем осенью 1873 года После 8 лет Прерывистого сна Алиса начала говорить Рисуя Ее первым рисунком был Встревоженный кот Но за этим сомнительным воспоминанием Коммуникативности Последовали приступы ярости Непонятные крики И эстетические рыдания Затем последовали Периодические конвульсии Сменяющиеся спокойствием Время от времени Ей водились различные лекарственные препараты Эффект Эффект был невелик Для того чтобы она ела Ее приходилось подолгу уговаривать Что-то похожее на прогресс Мы получили в конце ноября того года В то время как ее Невнятные бормотания и крики продолжались Она стала реагировать Пусть не всегда уместно Но вполне определенно На внешние раздражители Например Чрезвычайно оскорбленная Санитарами Словомия племянники управляющего Алиса без предупреждения Набросилась на одного из них Орудая ложкой Как ножом А другого Оставила Истекать кровью Словно Освежеван Чего? Освежеванного Поросенка После Но после этого Она стала Бить Импровизированным оружием Себя по запястьям Пытая вскрыть вены То есть этой ложкой Она себя по венам Типа лупила К счастью Персонал Не дал ей причинить себе Большего вреда Однако Она вернулась В прежнее состояние Молчала целыми днями Иногда Делала Иногда Где-то К счастью Иногда Делала Зарисовки Фантастических Пейзажей И существ Выкрикивала Бессмысленные стишки Несла непостижимый Бред Впадала в Кататонию Неразборчиво Кричала И стонала Внезапно Весной этого года С ней произошло Изменение Она начала Говорить Культурно Потом довольно грубо Загадочно И непонятно Описывала Тот безумный Жестокий Ужасный Выдуманный Мир Но периоды Ясности Становили Все длиннее Она стала Доверчивей Порой Даже делилась Своими Печатлениями Горьем От потери Семьи И самой Себя Но чаще Она просто Бубнила И бубнила О своих Фантастических Видениях Конечно Этот бред Не имеет Никакого отношения К реальности Но такие беседы Помогают Установить связь С внешним миром Это был Существенный Шаг вперед Убедительные Но часто Бессвязные А по мне И бессмысленные Разговоры А Разговоры О стране чудес Чаепитиях Алисе Грибов Снарках И Буджумах Бомбах Чертиках Демонических Костях И Подлой Червоной Королеве Я их Одобрял И хотя Ее капризное Настрение Резко менялось От мрачной Подавленности И гнева До спокойной Уверенности Это все же Было положительные Результаты Но появилась Ли нормальная Алиса Вылеченная Нет Она Не Излечилась На протяжении Всего лета И осени Она казалось Колебалась Между фантазией И действительностью Октябрь Мое собственное Здоровье Подорвано Я признал Что сделала Все возможное Чтобы помочь Алисе После Десятилетнего Лечения Направленного На улучшение Ее психического Состояния Когда мы Припробовали Все современные Методы лечения Она наконец Вышла из Кататонии И мы Не знали Почему Я раньше думал Что система Медикаментозного Лечения Эффективна Теперь Я в этом Сомневаюсь Она снова Воссоединилась Со своей Детской Игрушкой Оказывается Тот кролик Был Ненастоящим А лишь Копией Оригинала Утерянного Много лет Назад Так о чем Это я Она ничего Не делала По моей Команде Наставлением Или просьбе В какой-то Мере Она Вылечилась Но я верил Она Излечилась Сама Так как Ее состояние Казалось Более или менее Устойчивым По ситуации И портил Галлюцинации Которые Расстраивали И путали Ее Я поддался На уговоры Управляющего Поскольку Дальнейшее Лечение Казалось Сомнительным То И ее Заключение Здесь Считалось Посчитали Лишь пустой Тратой Времени И ее И нашего Лишенная Семьи И друзей Но имеющая Небольшое Наследство Она Покинула Покинула Рат Ледж Оставив Его В ноябре Перебывая В депрессии Но продолжая Борьбу За ясность Своего Рассудка Сестра Уитлес Объявила Ее ситуацию Доктору Бамби И Алиса Попала Под его Опеку В приют И убежище Для Своенравной Молодежи Вис Энди Я Желаю Чтобы у них Все было Хорошо Так Вот это Немножко Непонятно Она Покинула Так Оставив В ноябре Друзей Имеющим Следом Она Покинула Эта Больницу Покинула В ноябре Перебывая Депрессии Уитлес Объясни Ее ситуацию Доктору Бамби Это доктор Который Мы в конце Воевали И Уитлес Попала Под его Опеку В приют То есть Она К этому Доктору В приют Попала В убежище Для Своенравной Молодежи Следующее Все Все То есть Вот этого Приюта Она В конце Этого Доктора Толкнула Под поезд Чтобы от него Тоже Избавиться И уйти От него И забрала Ключ Чтобы уйти С этого Приюта Так Тревожные Видения Все Закрыто Видите У меня тут Нули Создатели Ну и все На этом Пожалуй Все Новая игра Если нажать Там уже С плюсом Может быть Будет Сложность Какая-то Легко Средний Трудно Кошмар Да Просто Будет Более Сложности Другие Уровни Сложности На этом Мы с этой Игрой Завершаем Тут есть Еще Еще одна Игра Ну Наверное Я не буду Эту Это Первая Часть Самая Первая Наверное В нее Играть Не буду Увидимся В следующих Видеороликах В следующих Играх Это была Игра Под названием Алиса В стране Кошмаров Всем Пока-пока Продолжение следует...